Приветствую всех нормальных людей, это мое обращение СБУ Украины, потому что они забирают чеченцев из-за того, что они чеченцы, даже являющие гражданами Украины. Они их забирают по подозрению, и потом они исчезают, не могут их найти, типа они якобы помогают кадыровцам. У нас никогда не было стукачей, у нас нет разведчиков, мы идем в бой, зная, что если мы погибнем, мы станем шахидами, будем в раю. И если мы выиграем, то выиграем, да, и освободим народ от насилия, да, от безгласти, да, вы 8 лет бомбили, да, Донецк, Луганск, убивали тысячи людей, да, вам этого не хватало, да. Вот теперь, да, когда начали наводить порядок, когда наши, да, бойцы, да, по призыву, да, они должны быть там, вы начали, да, отслеживать чеченцев, да, и этим вы хотите напугать там остальные, да, да. Мы идем, я еще раз говорю, несмотря ни на что, там, никакие, мы нам не нужны никакие оперативные информации, да, поэтому требую с вас, чтобы вы по-быстрому решили вопрос с нашими чеченцами. Я вам даю слово, ни одного чеченца вы не задержали, который касается к нам отношений, да. Таких у нас на Украине не было, но я еще раз говорю, если, как бы это не закончилось, то мирным путем, за столом переговоров или, не знаю, мы вас всех уничтожим, все равно, если есть закон, мы будем требовать вас по закону, по всей строгости. А если нету закона, то у нас есть свои законы, традиции, обычаи, кровная месть, мы не оставим вас. Поэтому я требую руководства во главе с Зеленским, вооруженные силы, СБУ, будьте, да, людьми и отпустите, да, мирно, жители, да. Я вам клянусь, как чеченец, мусульмане, они ни в чем не виноваты. Вам просто позорь избивать спортсмена, за то, что он когда-то сказал Ахмад Сила, да, мы сейчас говорим о вас на Украине, в каждом углу, в каждом улице Ахмад Сила, где вы, да, почему вы бежите от нас, да, почему с нами вы так не поступаете, да, не стыдно перед женщинами, перед женами своими, да, так что имейте в виду, это не просто слова, это я за эти слова отвечаю.